Приветствую всех зрителей! Катрицкий Леонид Привожу рассказ, который давно уже обещал про бензопилу Байкал БПЗ 3400 Какова она в действии? И так я ее уже некоторое время попилил, поработал Могу рассказать Что сказать? Бензопила простая и довольно подходящая для любительского домашнего использования Если вам надо напилить несколько машин деревьев и потом распилить это все на травах год то в принципе покупать что-то дорогое даже смысла нет Ну теперь давайте конкретно уже Конкретно, из недостатков Первое Как оно обычно в таких пилах мягкий металл Мягкие винтики Вот например винт натяжки цепи стал его крутить туда-сюда и уже видно, что мягкий, уже разминается Цепь в принципе довольно и неплохая Оказалось шина Оказалось довольно твердая Кто не знает в подобных дешевых пилах Обычно главный недостаток это мягкий, мягкий металл который используется в трансмиссии в поршневой используется цепь и шины Здесь шина кстати довольно твердая оказалась, да и цепь такая средняя не скажу, что совсем мягкая но и конечно не профессиональная но цепь это дело нашла а вот винтики мягкие это уже недостаток замечен в принципе из винтиков которые приходится регулярно раскручивать это только этот и есть Эти гайки Эти гайки ничего не заметили вот этот винтик мягкий это один минус Второй не заметил праймера подкачки все-таки привычнее когда есть подкачка здесь ничего конкретного нету вытащить естественно для это заслонка для завода холодного зажать потом когда уже подогретый подогрета а вот подкачка в инструкции написано подкачать 6 раз чем непонятно то ли этим и качать то ли что ну в принципе я видел винзопилы без подкачки но как-то с подкачкой кажется всегда привычнее потому что особенно когда первый раз залил бензин то пришлось долго поподергать пока залилось имею ввиду когда вообще она еще сухая была с завода только-только теперь заводится уже довольно легко третий недостаток явный это конструкция конструкция инструкция третий явный недостаток это инструкция инструкция примитивная только для начинающего там вообще ничего не сказано для опытного еще более-менее что-то выковырить поэтому надо будет или спрашивать других как оно заводится как работает или смотреть те же видео на ютюбе потому что инструкция очень примитивная это типичные недостатки для техники вот такого дешевого секунда и еще один недостаток не очень балансировка понравилась тяжеловата она как-то для руки более-менее громоздкая хотя уже привык но после штилей у ствар ощущается что не очень она подобрана для всего теперь плюсы плюсы довольно ощутимые 52 кубика достаточная мощность достаточная мощность достаточная тяга она тяговая мне тяговые больше нравится чем обороты стоят то есть 3000 оборотов в минуту это тяговая если 10-12 то есть для обрезки сучьев чего-то такого мелкого да хороши конечно скоростные а вот для домашних условий большинству из нас требуется что нарезка трога лучше всего тяговая мне нравится тяговая и тягу она имеет достаточная сам завод довольно легкий в инструкции написано легкий завод не обманул так и есть я как-то более привычен к шагу на 3,8 здесь шаг 0,325 это чисто мое субъективное хотя большинство кстати еще выпускается любительских на 0,325 но зато меньше вибраций в руке практически как таковой вибраций я не вижу что еще немного шумное ну в принципе кто ждет от бензопилы тихого хода так как это не паяние еще плюс есть зажигание так то есть если где-то что-то затянет тебе куда-то пилу вот то всегда лучше если есть кнопка зажигания не во всех она есть потому что что раз и выключил а то что ты отпустил газ и ждешь пока оно остановится или там будешь вытягивать заслонку это уже не так быстро получится здесь кнопочкой раз и выключил это понравилось а так зверек довольно выносливый и что еще требуется от бензопилы кроме пиления я не знаю для пиления для домашних условий для того чтобы напилить несколько машин дров 10-15 даже машин за год ее хватит не рассчитана она только на работу круглые сутки или там даже по 8 часов подряд советую делать перерывы особенно когда она еще новая то есть пока идет обкатка и еще один нюанс в инструкции пишется что масло давать 1 к 25 1 к 50 1 к 25 это инструкция к дешевым китайским бензопилам типичным потому что там она пишет Россия или Беларуя все равно это все идет китай вот это важный момент почему потому что китайские поршневые делаются из дешевых сплавов которые расширяются при нагреве намного сильнее расширяются чем дорогие поршневые и поэтому они более склонны к перегреву и к клину и охлаждает ты их не охлаждай хорошо ты их вентилируй или плохо тут ничего не изменишь поршневые склонны к сильному расширению и поэтому они во-первых не любят длительных перегрузок так надо остановить и во-вторых вот такой нюанс масло 1,25 для чего поскольку они более склонны к расширению чтобы уменьшить хоть как-то это трение побольше масла эта инструкция вполне официальная и это кстати и в дешевых китайских мото-костах во многих пишется 1,25 масло причем не сказано что брать дешевое масло 1,25 а обычное масло хорошее но 1,25 двухтактный конечно вот такой вот нюанс масло будет идти больше хотя как я уже с практики я уже наблюдаю наблюдаю разные модели то когда попользуешься скажем так обкатку пройдет выпалишь канистру другую уже бензина вот начинаешь уже давать меньше масла и где-то на 1,35 1,40 уже остановишь 1,50 я даже на штиле кусквартных не хочу давать при нашем бензине бензин вот кучу поэтому но все-таки масло все равно будет лучше давать сюда больше чем меньше потому что такой нюанс плавы поршневых такие что они сильнее расширяются чем поршневые у профи моделях и тут только масло еще что-то решает уменьшает трение если масло добавить больше а так в принципе все один спрашивал потянет ли такая пила пилку распиления 20-30 сантиметров бревна ну вот имеем шину 45 сантиметров сейчас посмотрим и подожди ракет вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тянет, помаленько себе отрезает... Дерево сухое, сухостой режется, как известно, тяжелее... Поэтому мягкие, средней твердости породы... Тридцатисантиметровые, но резать будет вполне себе комфортно... А про 20 см даже речи нет, это для нее легонечко... Так что, в принципе, вот такой вот зверек... Еще недостаток часто на этих дешевых моделях может быть... Почему? Потому что их, почему они дешевые... Одна из причин, их быстро собирают... Поставят работнику, что ты должен за час собрать... Там, таких 15 пил... И он их скручивает, бегом, бегом, бегом скрутил... Дер, завел, а следующее... А то и даже не заводят, и не пробуют... Вот, поэтому часто у них там... Полтики не докручены... Что-то там... Пружинка где-то выпавшая, еще что-то... Надо какое-то основное понятие иметь про них... Либо конкретно требовать у производителей... Продавцов, чтобы они залили бензин и проверили модель... Прежде чем отправлять... Потому что часто они сухие, совершенно не проверенные ни разу... Иногда имеется недорегулировки карбюратора... Вот, например, на этом винт L явно обедненная смесь... То есть, в данный момент не было заметно... А другой раз, когда газуешь, оно... И чуть не глохнет... В момент газа... Я имею в виду, когда еще даже... Никакой нагрузки дал... Ну, винт L я подкручу... Это, в принципе, не проблема... Вот, вот такие моменты... Там стандартно ставят карбюратор... Прикрутили, стандартно повернули... Например, на полтора оборота все винты... И все... Никто там их дорегулировать по тахометрам не будет... А то она и дешевая модель... Немножко надо будет поковыряться... Ну, иногда бывает... Вот... Свеча зажигания... Так... У одного не зажигается... Он собрал колпачок... А там пружинка выпавшая... Которая должна быть... Выпавшая пружинка... Да... Нашел... Она, кстати, была где-то... Закатившаяся... Вот... Взял эту пружинку... Вставил... Завелось... Ну, вот такие вот... Недоработки иногда бывают... Мелкие... Ну, а так... Зверек... Вполне себе... Рабочий... Для домашних условий... Профессиональную... Покупать пилу... Это слишком дорого... И источительно... А... Такой... Или любой другой... Аналогической... На 50-го кубика... Вполне себе... Хватит... И она... Себя кубик еще не... Всем пока... Леонид Котвецкий... С обзором... Еще будут у нас обзоры... Другие по бензопилу... Где покупать... Можно вот такие бюджетные... Я ссылку под видео даю... Смотрите... То на Украине... Кому интересно... Можете... Интересоваться... И выбирать... Всем пока...